МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тоже поучаствовал в акции. Начало жаркого сезона в Хакасии повторяется рязанская история 2010 года. Какую работу по предупреждению пожаров ведут наши спасатели? Пополнение в рядах медиков. Как оказалось, для медработников новые кадры – настоящий праздник. Ну а теперь обо всем подробнее. В субботу каждый желающий смог проверить себя на грамотность, поучаствовав во всемирной акции «Тотальный диктант». В этом году в масштабном мероприятии приняли участие 58 стран. Жители более 500 городов под диктовку написали текст художественной зарисовки Евгения Водолазкина «Волшебный фонарь», в котором идет повествование о российском быте прошлого века. Текст произведения, созданного специально для этой акции, был разделен на три части, которые, в свою очередь, были продиктованы в разных часовых поясах. Вспомнить, чему же учат в школе, решила и Алена Куколева. Около 80 человек написали в эту субботу «Тотальный диктант» в нашем городе. Люди самых разных возрастных категорий и профессий – от школьников до людей, давно вышедших на пенсию. Текст диктанта в этом году написал российский литературовед и писатель Евгений Водолазкин. Рассказ, названный «Волшебный фонарь», разделили на три части. В Рязани писали третью под названием «Невский». Я пришла проверить себя, то, как я знаю свой родной язык. Это очень интересно, тем более текст будет, насколько я знаю, актуальный в нашей современности. Очень интересно участвовать в этом процессе. Я просто хочу узнать, до какой степени я понизил свои знания, чтобы, может быть, их восполнить. Может быть, наоборот, повысили. Читаете наверняка ведь много. Читаю много, я почетный читатель в библиотеке имени Горького. Хотелось бы просто узнать уровень своей грамотности, потому что интересно. И потому что я просто давно ждала, когда это придет в Рязань. Потому что многие друзья в других городах, в других странах пишут. И хотелось бы тоже поучаствовать, потом обменяться с ними впечатлениями. Организаторами акции в Рязани стало Молодежное правительство Рязанской области и Библиотека Горького. Это, несомненно, важно, поскольку мы знаем, что русский язык – это основополагающий язык для нашего народа. Тем более в год литературы, в преддверии огромного праздника 70-летия Победы, знать свою историю, свой родной язык. А мы прекрасно понимаем, что культура – это, в первую очередь, язык. И мы надеемся, что люди обратят внимание на грамотную речь, на то, что нужно больше читать и заниматься своим самообразованием. В Рязани акция проходит впервые, и площадкой для написания стала Горьковка. Диктант имеет свой лозунг – писать грамотно – это модно. Кстати, для тех, кто получит отличную оценку, библиотека Горького устроит награждение и вручит сертификаты. Торжественная часть состоится во время традиционной акции «Ночь в библиотеке» 24 апреля. Ни для кого не секрет, что в нашем регионе проблема нехватки медицинских кадров стоит очень остро. Каждый работник на вес золота, будь то диспетчер, санитар или специалист узкого профиля. Наша телекомпания в свое время отреагировав на жалобы горожан о том, что карету скорой помощи зачастую приходится ждать часами, занялась этим вопросом вплотную. Ну а почему работа на станции скорой помощи у молодых медиков сегодня не популярна, выясняла Алена Куколева. На вопрос, почему скорая помощь все же едет так долго до пациента, мы уже получили ответ. Конечно же, дело не в халатности и не в безответственности сотрудников. Фельдшеры просто зачастую не успевают с одного выезда на другой. Причина кроется в нехватке сотрудников. Несколько машин простаивают полностью укомплектованные, но на них просто нет бригад. Министерство здравоохранения в курсе этой проблемы и занимается вопросом вплотную. В марте месяца текущего года был подготовлен комплексный план устранения причин, которые препятствуют быстрому приезду скорой помощи, где кадровому вопросу уделяется большое внимание. Первый момент, о котором мы отговорим, это привлечение специалистов как с высшим, так и со средним медицинским образованием для работы скорой помощи. Сейчас в правительстве Рязанской области рассматривается вопрос, связанный с увеличением финансовой заинтересованности медицинских работников, именно работе на скорой помощи. Получив комментарий в Министерстве здравоохранения, наша съемочная группа отправилась в Рязанский медико-социальный колледж, чтобы пообщаться с выпускниками и узнать об их планах на дальнейшую профессиональную деятельность. У нас разработан план работы со станцией скорой медицинской помощи, в рамках которого главный фельдшер ведет работу с нашими выпускниками. Вот сейчас уже шесть человек у нас запланировали трудоустройство туда. Молодые специалисты говорят, что готовы ко всем трудностям, и работа на скорой помощи – это не просто их профессия, а призвание. В профессии фельдшера мы уже отметили на предыдущей госпрактике, что важно иметь сильный характер, стойким быть решительным, иметь большую базу знаний, теоретических, практических навыков. Я планирую все-таки идти работать на станцию скорой помощи, потому что мне уже как бы с детства хотелось помогать людям, мне нравится эта профессия. Страшно, конечно, играть на себя только ответственность за жизнь людей, но когда приезжаешь на вызов, видишь в глазах пациент надежду, и что они хотят тебе доверить свое самое ценное здоровье. Преподаватели признают, что энтузиазм помогать людям, конечно же, может угасать, как только молодые врачи сталкиваются с фактом низкой зарплаты. Правда, своему призванию фельдшеры изменять не хотят, а просто уезжают в те регионы, где оплата выше. Молодые специалисты готовы, а главное – хотят оказывать помощь людям. И ответ на вопрос, почему же не хватает кадров в реальных медицинских учреждениях, все-таки, наверное, кроется в заинтересованности государства в таких молодых специалистах. К другим новостям. Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению нарушений миграционного законодательства. Очередной рейд был проведен силовиками в Октябрьском районе Рязани. Полицейские наведались на одну из стройок о результатах проверки в материале Глеба Галушкина. Таджикистан. Всех Таджикистан, да? У всех с собой паспорта? У кого нет паспортов? Рязанские полицейские совместно с дружинниками обследовали стройки Октябрьского района. И как это зачастую бывает, среди работающих там строителей оказались и приезжие из ближнего зарубежья, в основном из Средней Азии. Полицейские проверяли у них разрешительные документы на работу. Разрешение есть на работу? Разрешение есть. Патент. Где? Патент есть? Патент заявленный есть. Ряд граждан были доставлены в отдел УМВД России по городу Рязани для проведения их по базам миграционного учета, для сравнения предоставленных документов. Сообщения о страшных пожарах, бушующих из Байкалии, в СМИ поступают ежедневно. Сотни семей потеряли дома. Огонь уносит жизнь людей. Причины разыгравшейся трагедии уже установлены. Стремясь избавиться от прошлогодней травы, жители начали проводить ее несанкционированное выжигание. Не соблюдая элементарных правил безопасности, сухая трава загорелась, как спичка, и была подхвачена бушующим ветром, скорость которого достигает 30 км в час. Пламя быстро двинулось к жилым постройкам. Вспоминая 2010 год, хочется верить, что наши спасатели повторения истории не допустят. Тем более, что пожароопасный период в нашем регионе, несмотря на капризную погоду, можно считать открытым. О противопожарной профилактике в сюжете Глеб Галушкина. В Рязанской области сейчас с приходом сухой и ветреной погоды наступил пожароопасный период. Сотрудники МЧС и лесники предупреждают, что любое неосторожное обращение с открытым огнем может повлечь за собой возникновение лесных пожаров, а также серьезные повреждения зданий либо сооружений и, к сожалению, даже гибель людей. Предотвращению возгораний в рязанских лесах уже подключились и полицейские. В первую очередь правоохранители стараются проводить профилактические беседы с жителями, однако к тем, кто слов не понимает, приходится применять и санкции. Уже задержано несколько граждан, которые такими вещами занимались, и после этого наступили последствия с пожарами. Пока же нарушителям грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, однако их, скорее всего, увеличат. В прошлый четверг в Госдуме предложили ввести прямой запрет на выжигание сухой травы. Соответствующий законопроект внесла зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина. Так сообщает российская газета. Для поджигателей сухой травы законопроект вводят следующие штрафы. Для граждан в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц от 20 тысяч до 60 тысяч рублей. При этом, если по вине организации загорится трава или хворост, в непосредственной близости от леса наказание будет еще выше, от 150 тысяч до 250 тысяч рублей. В общем, закон обещает быть весьма жестким. Впрочем, в случае с пожарами, несомненно, лучше действовать по принципу трудиться не за страх, а за совесть. И положительные примеры, когда местные жители самоотверженно сумели ликвидировать возгорание, уже есть. Например, на прошлой неделе дачники возле села Ивашково Рыбновского района общими силами тушили пламя. Причем огонь стал распространяться так быстро, что возникла реальная опасность пожара уже непосредственно в дачных домиках. Дачники, как могли, старались остановить пламя. И тут им на помощь пришел местный тракторист, который буквально за пару минут с помощью техники расправился с опасным возгоранием. Этим сюжетом мы завершаем информационный выпуск программы «Время говорить». Далее в эфире, как всегда, программа подробностей, гостем которой стала Маргарита Матушкина, заместитель главного врача областной станции переливания крови. Она расскажет о работе и об акциях, которые проходят в учреждении в рамках Всероссийского дня донора. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания